Автоцивилка с выгодой, звездных отлайн финанс. Складывается сейчас и в районе Авдеевки. Ну, давайте сначала скажу, что российское наступление было приурочено к вдвижению Владимира Путина в президента, которое должно случиться на этой неделе или на следующей. К этому выдвижению в президента, российскому президенту было необходимо получить какую-то серьезную, весомую, знаковую военную победу на фронте. Он приехал сам лично в штаб группировки войск в Ростове-на-Дону и вызвал к себе Герасимова, начальника генштаба, и потребовал от него любой ценой взять Авдеевку в течение нескольких недель, двух-трех недель. Нужна, говорит, победа любой ценой, туда для достижения этой цели, естественно, потому что Путину никто перечить не будет. Нагнали туда огромное количество войск по меркам этой войны, несколько десятков тысяч человек. Очень много техники пригнали, в том числе новые техники. Из новинок, например, туда пригнали огромное количество зэков, российских зэков, отрядов Storm Z, извините. Storm это у Украины ракета Storm Shadow, а там где у Украины крылатые ракеты с функцией Stealth, у России бригады зэков с аналогичными функциями. Так вот, множество из тем же названий. Зэков этих туда огромное количество пригнали, а также пригнали кадыровские отряды, чтобы этих зэков контролировать, чтобы они назад не бежали. Артиллерии тоже очень много, снарядов вдоволь, сделали большие запасы этих снарядов. Придумали достаточно неплохой разумный план наступления, окружение Авдеевки с двух сторон, но все обломалось, наступление сорвалось, ничего не получается. Сейчас я не хочу говорить, что совсем не получилось, потому что еще сражение не закончено, может быть еще и получится, кто его знает. Но на данный момент не получается. Первые несколько дней наступления этого россияне шли вперед, потом их откинули назад в течение нескольких-двух-трех дней, потом через 10 дней после начала наступления россияне подтащили резервы и пустили вход уже в резервы. С этими резервами опять продвинулись вперед. Но получилось то же самое, продвинулись вперед и были отбиты назад. Почему? Что пошло не так? Все же вроде было готово. И артиллерийская подготовка была, и много-много танков, и заградотряды, и зэки, все как полагать. Но сорвалось главным образом, конечно, из-за того, что довольно разумно была организована оборона украинской армии, мастерство украинских солдат, мотивация их, конечно, была гораздо выше, чем у оппонентов. В первую очередь, конечно, речь идет о 110-й бригаде вооруженных сил Украины, они реально молодцы, они очень спокойно, уверенно отбивали волну за волной идущих на них вот этих вот российских зэков, танков, Storm Z, заградотрядов и чего-то там еще. Потери россиян, я думаю, сейчас уже можно с уверенностью говорить, не менее 10 тысяч солдат и офицеров за последние две недели и плюс пару сотен единиц тех. 10 тысяч это не убитыми, а убитыми и ранеными. Ну, по крайней мере, теми, кто выбыл из боя и в ближайшее время в боях участвовать не сможет. Там убитых, я так понимаю, 2-3 тысячи, а остальные все ранены. И пару сотен единиц техники. С техникой проще, чем с солдатами и офицером, потому что подтверждение техники есть фото-видео, где запечатлены сгоревшие танки, БМП, БТР и всякие машины другие. Ну, по сути дела, российская армия там перед Авдеевкой уже на данный момент пережила разгром, хотя будет все равно идти вперед, потому что приказ Путина надо выполнять. В последние несколько дней, вот 2-3 дня, российские войска вперед уже не идут, уже вроде бы пытаются окапываться и стоять на тех рубежах, которые у них получилось достичь. Но есть уже даже информация о контратаках вооруженных сил Украины в этом районе, но не знаю, насколько это точная информация, подтверждения, к сожалению, не видел. Я видел только, что в Твиттере люди пишут, что вот мои источники там в Авдеевке сообщают, что началась контратака в ИСУ. Не знаю, я подтверждений не видел этой информации. Но перейдь будут вперед точно, еще будут идти, потому что я так подозреваю, что пока с Авдеевкой полностью не разрешится как-то ситуация, либо российская армия не переживет там страшенный разгром, либо она не будет, либо она не получит там какого-то преимущества, то есть либо не выполнит свою задачу, не будет, то есть российские войска будут продолжать наступать, потому что Герасимов не может ослушаться и не выполнить путинский приказ. Хотя сейчас уже на самом деле в полный рост встает вопрос о том, что некому идти в атаку, просто кончаются люди, кончается техника. Кроме того, интересный такой момент, после ударов украинскими ракетами-атаками по Луганскому аэродрому в этом месте гораздо меньше стало вертолетов. С помощью вертолетов россиянам удавалось уничтожать долговременные огневые точки украинцев, то есть бетонные всякие укрепления. Но сейчас, когда вертолеты кончились, не сами по себе, что их кончили, наверное, правильнее сказать, то некому этим заниматься, и поэтому россиянам гораздо сложнее стало наступать. Как сами россияне описывают все происходящее, давайте дадим слово командиру одного из подразделений, вот этого зэковского подразделения, этого самого Шторма. Он пишет, этот пост попросили мне написать ребята из моей роты. Я не сторонник писать о неудачах и потерях, ибо это работает на руку немцам. Немцы имеются в виду, видимо, украинцы. Но ситуация сложилась напряженно. Итак, что такое местной штурм? Это штурм силами пехоты без поддержки артиллерии, без подавления огневых точек противника. Почему это происходит? Большей частью из-за отсутствия средств подавлите, то есть нечем стрелять. Вот вертолет взорвали, все, нечем шумолять. Или из-за неумения грамотно распорядиться этими средствами. Когда два полка атакуют рядом, их стык практически никем, ничем не обеспечен. Каждый надеется на соседа. Или у одного есть танки и артиллерии, а у другого нет танков и артиллерии, а приказ взять укрепрайон ВСУ есть. Сейчас на нашем участке складывается так, что мы не можем выйти на дистанцию стрелкового боя. Помните, вот эти чуваки в Крымках, там на левом берегу Днепра, тоже пишут, мы не можем подойти, пострелять просто по украинским позициям, потому что нас уничтожают из артиллерии. Вот здесь у них, в Авдеевке та же история. Пишут, сейчас на нашем участке складывается так, что мы не можем выйти на дистанцию стрелкового боя. Нас разматывают из минометов и автоматических гранатометов на подходе. Начинают работать наши танки, и их тут же ищут, уничтожают ФПВ, камикадзе-дроны противника. Отсюда потери у групп на выходе. Это и есть мешной штурм в самом своем незамутненном виде. Результата ноль. Мы пытаемся договориться с соседями, мол, поддержите нас на выходе, артиллерии. Мы придумываем вундервафлю, чтобы запустить ее к немцам на укреп. То есть, вот эти, помните, моталыги, они грузят динамитом и отправляют вперед, чтобы оно взорвалось и уничтожило укрепрайон украинский. Но, говорит, нет, не помогает. Нужна просто толковая артиллерийская подготовка. И это все понимают. Даже немцы на нашем участке это понимают. Дальше он пишет, что надеется на то, что вот это уничтожение его подразделений, подразделения соседей, что это, в принципе, часть гениального замысла к руководству в Москве. Что, типа, вот когда они все будут уничтожены, тогда в атаку пойдут уже регулярные войска, а не зэки. Ну, тут же добавляют, что, походу, он как бы на это надеется, но не слишком это верит. Потому что пишет, главное, чтобы наш полк не закончился, пока идут регулярные войска. И чтобы ребята из заградотрядов не пришли за мной за этот пост. Не знаю, посмотрим. Еще один товарищ его пишет, оттуда же, из Авдеевки, на аналогичную тему пишет, что штурмовые отряды, Шторм-Зет на Авдеевском направлении, Южняя и Бахмута, буквально за несколько дней активных боевых действий стачиваются практически под ноль. В среднем уровень безвозвратных потерь, то есть убитые и тяжелораненые, пропавшие без вести, варьируется в пределах 40-70%. Это вообще колоссальные потери, такие вот реально, как у зулусов во время их стычек с англичанами были такие потери. А санитарные потери, соответственно, от 60 до 30% личного состава. То есть живым не возвращается невредимым, никто, ноль людей возвращается живым и невредимым из этих атак. Во-первых, мы имеем проблему недостаточного уровня подготовки личного состава, вплоть до вопиющих ситуаций, когда людей одевают, наряжают, достаточно убого выдаются оружие и отправляют напередок, потому что подгорают, то есть без всякой подготовки. Во-вторых, критической проблемой является отсутствие должного арт-обеспечения, то, о чем я говорил, в результате чего атаки превращаются в мясные штурмы. В-третьих, имеет место устойчивая практика лишения штурмовых отрядов инициативы в плане выборов. В-четвертых, зачастую штурмовые отряды бросают в боль в авральном режиме, с колес, без введения в обстановку и предоставления времени на проведение разведки, налаживание взаимодействия со смежным подразумением. В-пятых, высокий уровень безвозвратных потерь обусловлен объективными трудностями в эвакуации раненых с поля боя в условиях преобладания, тем более господства вражеской артиллерии. Сочетание вышеуказанных факторов приводит к регулярному разматыванию штурмовых отрядов в хлам, без достижения ими сколь-нибудь значимых результатов. При этом тяжелые потери несут в том числе и более-менее подготовленные отряды. Стоит только разница, что ошметки таких отрядов периодически добираются до контакта, то есть до украинских позиций и хоть кого-то забирают с собой. Я в курсе специфического отношения армейского командования к этим отрядам, к зэкам, и отлично понимаю, что по сути это штрафные роты. Однако, если убрать в сторону лирику, мы по факту имеем откровенное нерациональное использование и малорезультативную растрату достаточно мотивированного человеческого ресурса. То есть, как видим, тут россияне сами пишут, что воевать не умеют, что людей своих не берегут, что генералы у них тупые, командования нет, снабжения нет, разведки нет, артиллерии нет. Вопрос у меня возникает резонный, на мой взгляд, так какого же лешего вы пошли на войну? Зачем войну затеяли, если вы воевать не умеете и у вас ничего нет для этой войны? Вы ничего не можете, не готовы? Непонятно. У меня нет ответа на этот вопрос. Точнее, есть ответ, ответ простой, штука в том, что Владимир Путин захотел править вечно, и вот только таким способом вы можете обеспечить себе вечное правление. Но я не понимаю, зачем люди в этом вот эти же участвуют? Те, кто пишут эти посты, те же зэки, вы же понимаете, что вы идете, блин, на верную смерть. Чего ради? Ну зачем? Не понимаю. Но еще раз хочу сказать, что значительная доля вот этого успеха, собственно, оборонительная операция, которую провела 110-я бригада вооруженных сил Украины и соседние с ней подразделения, те подразделения, которые с ней работают, она, конечно, была, успех этот обеспечен в значительной степени ФПВ-дронами, о чем пишут все российские сейчас обозреватели, говорят, ФПВ-дроны. Преимущество Украины в этих дронах стало одним из решающих факторов победы украинской, ну давайте скажем так аккуратно, промежуточной победы Украины и под Авдеевкой, и на левом берегу Днепра. Собственно, на эти дроны мы скидываемся, и еще раз хочу напомнить всем, что в описании к этому ролику есть ссылка на банку, там собираются деньги как раз на ФПВ-дроны для 110-й, 109-й бригады, которые действуют там как раз в районе Авдеевки, деньги идут непосредственно ребятам туда на фронт, я эти деньги к ним не прикасаюсь, ни копейки за этих денег я не получаю, просто рекламирую эту банку, пожалуйста, поучаствуйте, потому что это оружие реально офигенное, оно высокоточное, оно очень дешевое, и одним таким дроном можно, который стоит там, не знаю, 20 тысяч гривен, можно уничтожить танк, который стоит там пару миллионов долларов, то есть обязательно жертвуйте, если у вас, естественно, есть такая возможность, если нет, оставьте деньги себе. Ну и смотрите, что я еще хочу сказать по линии фронта. Сейчас очень много пошло разговоров о том, что линия фронта полностью остановилась, что никакого движения не вперед-назад невозможно, и что Россия, как бы прорвать российскую оборону абсолютно невозможно. На это я вам хочу сказать вот что. Учитывая уровень потерь российской армии, вот и на левом берегу Днепра, и под Авдеевкой, я думаю, заявления о том, что прорвать российскую оборону невозможно, они являются сильно преждевременными. Другой вопрос, что, конечно, идти вперед танковым клином, как это происходит иногда, происходило, наверное, смысла большого нет. Почему? Потому что танки элементарно подбиваются, сжигаются. Самый разумный вариант действий – это выманивание российской пехоты, ее перемалывание, выманивание дальше, ее перемалывание. Потому что россияне, понимаете, российская армия устроена так, что если ей дана команда сделать что-то, она не остановится, пока это не сделает, или пока полностью у нее сила не закончится. Вот сейчас у них дана команда уничтожить плацдарм на левом берегу Днепра – это одна команда, и вторая команда – это взять Авдеевку. И пока они то или и обе эти задачи не решат, или не будут полностью уничтожены, они не остановятся. То есть можно сидеть просто, выманивать их пехоту и перемалывать. И когда у них закончится в какой-то момент пехота, вот тогда уже, наверное, стоит проводить наступление. И сопровождать вот это перемалывание пехоты, конечно же, нужно ударами дальнобойных ракетных сил, то есть тех же Storm Shadow, тех же Атакамсов, Хаймерсы, конечно, которые, не будем забывать про них, они тоже очень много работы выполняют и так далее. То есть, в принципе, как мне кажется, методика должна заключаться не в захвате территории, не в данном случае освобождении территории от российской армии, а в том, чтобы как можно больше перемолоть войск и техники противника. Сейчас, в принципе, для этого есть условия, и в общем эта миссия выполняется. Кроме того, еще раз хочу подчеркнуть, вот эти FPV-дроны, на которые мы сейчас собираем деньги, они оказались реально очень эффективным оружием. Они, скорее всего, скоро перестанут быть таким эффективным оружием, потому что найдется какое-то против них противоядие. Но на данный момент, вот прямо сейчас, Россия ничего не может с ними поделать. Нет никакой системы защиты, системы обороны против этих FPV-дронов. Поэтому их сейчас нужно использовать по максимуму, пока есть такая уязвимость, пока Россия ничего не может с ними делать. Нужно этими дронами просто завалить все. И тогда будет очень хороший результат. Я думаю, что вот именно в этом направлении сейчас стоит думать, развиваться и действовать. Хотя, конечно, еще раз повторюсь, я не военный эксперт. Я так вижу. Я, собственно, поскольку я так вижу, я думаю, что эти дроны полезны. Я на них, собственно, деньги пытаюсь собирать. И вас призываю к тому же. Ну и давайте еще по международной повестке немножко пройдемся. Израиль начал наступление на сектор газа, уже наземное, широкомасштабное. Сейчас пытаются город газа окружить, и с тем, чтобы потом оттуда выдавить войска. Город газа находится на севере одноименного сектора. Как я вижу израильскую политику и вообще израильскую тактику и стратегию в этом вопросе? Сейчас Израилю нужно решить две задачи. Точнее, не Израилю, а руководству Израилю в лице премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Первое. Нужно удовлетворить жажду мести, которую обуреваема значительная доля израильского общества после массовых терактов 7 октября. Да, нужно отомстить, чтобы людей успокоить, чтобы показать, что мы можем, мы сильные, мы этого так не оставим. Нужно это сделать, нужна месть. Второе. У Биби своя личная задача остаться при власти. Как он может остаться при власти? Только одержав убедительную, стопроцентную, абсолютно очевидную победу вопросов. То есть после этой войны не должно остаться ни одного даже сомнений, тени сомнений о том, кто победил. Для того, чтобы это сделать, Биби Нетаньяху необходимо, я думаю, и он будет к этому стремиться, выдавить все арабское население из сектора газа. Сначала из северной части в южную часть сектора газа, а потом из южной части в Египет. Собственно, сейчас именно так и развивается ситуация. Израильское руководство военное объявило закрытой зоной север сектора газа, потребовало от всех местных жителей, чтобы они оттуда ушли. И когда оттуда люди уйдут или не уйдут, все те, кто останутся, будут приравнены в северной части к террористам и начнется массовая зачистка. Чтобы не возникали всякие гуманитарные организации, международные и так далее, и всякие средства массовой информации. И активисты по всему миру, там в секторе газа отключили полностью интернет, телефонную связь, все это, электричество там нет, там нифига не работает. То есть, если там даже и будут совершаться какие-то там нехорошие вещи, об этом мир не узнают. Вот такая вот тактика. Потом сначала очистят таким образом и от населения, и от боевиков Хамаса северную часть сектора газа, потом Бром то же самое сделал с южной частью сектора газа. Два миллиона арабов выдавят в Египет и потом скажут, знаете, из-за того, что вы тут занимались терроризмом, это больше не ваша земля, теперь это наша земля. И аннексируют Израиль с сектора газа, как в свое время поступил с Голландскими высотами, как в свое время поступил с Восточным Иерусалимом, все, вопрос решен. Конечно, международное сообщество будет возмущаться, говорить, что так нельзя, так нехорошо, это вообще типа там где-то в районе геноцида уже, и этнические чистки, и массовые депортации. Ну, знаете, Израилю не привыкать к таким обвинениям, он скажет, да-да-да, мы, конечно, сочувствуем, можем даже денег, наверное, выплатить тем, кто был вынужден покинуть сектор газа, но вернуться вы уже, извините, друзья мои, не можете, потому что очень много от вас было проблем, когда вы здесь жили. Поэтому вступайте на все четыре стороны, ваши проблемы нас уже вообще не касаются. Я думаю, каким-то таким образом будет завершен этот конфликт. Кто-то, конечно, знаете, если все закончится именно так, то для израильского общественного мнения это будет приемлемый результат. Конечно, там есть некоторое количество левых активистов внутри самого Израиля, которые скажут, что это вообще никуда не годится, такая история, но большинство общества, я думаю, процентов 60-70 скажут, нормально, сойдет. Более того, скажут, вот это победа, это абсолютно очевидная победа. Все дома, которые принадлежали арабам в секторе газа, то есть абсолютно все дома, все постройки будут снесены, может быть, кроме каких-то исторических памятников, и там построят новый, красивый, удобный для жизни, светлый, чистый, с просторными улицами город Газа, в котором будут жить уже только израильтяне и никаких арабов там не будет. Я думаю, вот так вот все это и завершится. После такого Биби Нетаньяху будет победителем, победителей, как известно, не судят, то есть она останется при власти, сохранит свою власть, а израильское общество будет в полной мере чувствовать отмщенным себя за те ужасные, абсолютно кровавые преступления, которые совершили палестинские боевики из движения Хамас, напав на Израиль 7 октября. Вот такая будет история, как мне кажется. Ну и еще буквально остается у меня минутка, хочу сказать насчет спикера американского парламента, конгресса Майкла Джонсона, который когда избирался считалось, что он является противником предоставления Украине помощи, но он уже выступил с рядом интервью, в котором сказал, что не-не-не, меня неправильно понимали, я абсолютно точно выступаю за поддержание Украины, за помощь Украине. Говорят, просто нужно проверять, на что идут деньги, которые мы выделяем украинцам, нет ли там какой-то коррупции. На самом деле, если будут выделяться средства в прежних объемах, но более будет строгий контроль со стороны американцев за расходованием этих средств, то я, например, ничего против не имею, пускай проверяют. Я даже рад буду, если эти деньги не разворовываются, если будут абсолютно стопроцентно уверены, что эти деньги идут на закупку того, чего нужно или на выплаты тем, кому надо. Идеальный вариант, пускай американцы проверяют, что хотят, я не против, например. Ну, лишь бы давали эти деньги и лишь бы продолжало идти оружие в Украину. Ну, а этот чувак, помните, я как-то в одном из выпусков, я говорил, что у него будет перед ним выбор, либо идти за Трампом, то есть сжечь, побить все горошки с вашингтонским эстаблишментом, сжечь мосты, сказать, все, я вас ненавижу, горите вы в аду, я приду к власти, вас всех там, значит, прорвут как тузе грелку. Это одна была у него дорога, и другая дорога закорешиться с американским эстаблишментом, стать его частью, влиться в него и сказать, вот этих всяких маргиналов типа Трампа мы их так давайте метлой поганой отсюда выметим, потому что мы их не знаем, кто они такие. И у нас есть, как у эстаблишмента, есть своя повестка, а это в эту повестку ходит. Поддержка Израиля, поддержка Украины, поддержание НАТО и вообще поддержание активной роли США в мире. Потому что Трамп говорит, не надо нам вообще ни в какие дела не влезать, вот у нас есть своя Америка, давайте заниматься американскими делами, все остальное нас не касается. Эстаблишмент говорит, не-не-не, нас все касается. И, видимо, вот этот новый спикер, Майкл Джонсон, выбрал второй путь, он сказал, слушайте, я хочу быть в эстаблишменте, я хочу власть, я хочу перспективу стать президентом, я хочу быть большим человеком, важным, я не хочу быть изгоем, не хочу быть человеком, на котором задевлено 90 уголовных дел, как на Дональда Трампа и всякое такое. То есть он решил остаться в эстаблишменте, и если он сделал такой выбор, то теперь ему, конечно, хочешь-не-хочешь, волей-неволей будет вынужден он поддерживать Украину, и выслать Украине деньги, и выставлять на голосование соответствующие законопроекты. Чего он раньше делать не хотел, напомню еще раз, не хотел. Раньше он был больше такой протрамповский, но сейчас, видимо, его, к счастью нашему с вами, эстаблишмент американский перекупил и сделал так, что этот человек теперь будет работать, в том числе и на Украину. На этой оптимистической ноте сегодня я уже буду заканчивать, меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ, не забывайте задонатить деньги на дроны, FPV-дроны, если вы можете, для 109-й, 110-й бригады. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами силы, и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ, Ось тут.